Всем добрый день! Сегодня мы решили продолжить серию наших ликбезов такой темой, которая волнует многих. Это так называемые мифы косметической химии, чего мы больше всего боимся. Как правило, если читаешь какие-нибудь форумы в интернете или общаешься с людьми, которые, скажем так, не глубоко погружены в косметологию, то наблюдаются некоторые страхи. Больше всего боятся консервантов. Наверное, на втором месте идут ни в чем не виноватые силиконы. С осторожностью многие относятся к ультрафиолетовым фильтрам некоторым, особенно химическим. Побаиваются всяких растворителей, эмульгаторов, в основном из-за того, что сложные химические названия и формулы присутствуют на этикетках с косметическими средствами. Я попробую некоторые из этих мифов развенчать, рассказать про отдельные косметические ингредиенты, которые встречаются практически в каждом косметическом средстве. И, собственно, ничем таким страшным не грозят и не угрожают. Начну, наверное, с парабенов. Больше всего раздута шумиха вокруг них была, особенно какое-то количество лет назад, когда, к сожалению, все это такой маркетинг, наверное. Некоторые фирмы, делающие упор на так называемую эко-косметику, да, то есть натуральности и все прочее, запустили, можно сказать, утку, такую качественную. Причем привлекли доктора, бомолога, Филиппу Дарбер, которая заявила, что якобы в 18 из 20 образцов ткани молочной железы с опухолью, да, с молочной железы, были обнаружены следы бутилпарабена. К сожалению, когда, ну, во-первых, можно начать с того, что 20 образцов, там, или 18 образцов, это вообще не статистика. Для какой-то маломальски нормальной статистики нужно не менее 100 образцов той же самой ткани, да, биологической. Но когда уже достаточно крупные научно-исследовательские лаборатории взялись, как говорится, за проработку вот этого факта, то, к сожалению, данные Филиппа Дарбер не подтвердились. Более того, есть данные, потому что мне встречались в литературе, что когда её пригласили на какое-то очередное судебное разбирательство по этому поводу, к сожалению, она не смогла предоставить ни одного из этих 18 образцов. Якобы стёкла исчезли, якобы что-то там потерялось, ну, в общем, как бы историю эту замяли. Но, как говорится, привкус остался. Вот, и до сих пор иной раз встречаешь в обсуждениях какие-то страшилки по поводу эстрогенной активности парабенов и так далее. Якобы там они могут что-то вызывать вплоть до онкологии. Мне иногда бывает, немножко интересно спросить, да, вот у меня бывают люди, да, которые говорят мне, я не покупаю кремы с парабенами. Или, там, женщина говорит, не покупаю, там, дезодоранты, которые консервируются с парабенами. Вот, а я её спрашиваю, а предохраняешься ты, милочка, чем? Она говорит, ну как, оральными контрацептивами. Ну, говорит название, да. Вот, но на минуточку в оральных контрацептивах, в которых, собственно, сам эффект зависит от огромной концентрации эстрогенов, в них содержащихся, да, содержится гораздо больше, чем какие-то сотые доли процента, которые могут теоретически через роковой слой бидербиса куда-то там мигрировать, в чём я очень сильно сомневаюсь. Поэтому становится, конечно, смешно по поводу страха конкретной женщины, предохраняющейся оральными контрацептивами и боящейся использовать крем, который содержит, там, меньше одного процента парабеновых консервантов. Более того, парабены – это производные бензойной кислоты, которые есть, в общем-то, в продуктах, которые мы привыкли считать даже, наоборот, полезными, такими адаптогенными, это клюкова, брусника, то есть такие ягоды, да, голубика, ну и многие другие. Потом надо учесть то, что, несмотря на то, что благодаря этой шумихе действительно бутил, парабены, если не ошибаюсь, из-за бутил в некоторых странах запретили к использованию, как говорится, к метилопропилу, парабену вопросов нет никаких. Все инъекционные препараты, фармацевтические препараты, где не было вот этой вот шумихи искусственно созданной, прекрасно консервируются парабеновыми консервантами, потому что они являются уже много-много лет, десятилетий самыми эффективными, одними из самых эффективных консервантов. Вот, и, собственно, эти препараты вводятся внутривенно, внутримышечно, то есть попадают сразу в кровь, они где-то там намазали на ручку, на лицо. Поэтому, конечно, смешно, смешно в наше время, особенно с учетом того, что можно адекватную, в том числе, а не только с формы каких-то, получить информацию, в том числе из научной литературы, бояться парабенов. Конечно, некоторые боятся вообще консервантов, хотят косметику без консервантов, но я вам могу сказать, что если вы сами сделали, допустим, какое-то средство, или это средство сделано каким-то экопроизводством и не добавлено вообще никаких консервантов, то за три дня хранения этого препарата в вашей баночке вырастет чужой. Вот, поэтому здесь, как говорится, выбор перед тем или превратить вашу банку с кремом в чашку Петри, или все-таки добавить те компоненты, которые будут защищать наше косметическое средство, не превращать его в какую-то агрессивную среду при помощи тех же самых консервантов, которые будут убивать плесневые грибы, микробы и так далее. Кроме парабенов, отношение такое настороженное к консерванту бронополу, который встречается довольно-таки часто. Он может быть назван химическим названием, это 2-бром-2-минтропропан-1,3-диол. То есть это его химическая формула, под которой, собственно, он и скрывается. Собственно, тоже широкий спектр действий консервант, который, собственно, подавляет деятельность большинства бактерий. Достаточно хорошо себя зарекомендовал и как консервант косметических средств, и каких-то, допустим, тех же самых влажных салфеток. Но он, к сожалению, вступая в реакцию с какими-то азотсодержащими группами, амидами, аминами, может действительно образовывать канцерогенные нитрозамины. Поэтому, например, те же самые средства, которые содержат ДМАЭ, диметиламинный этанол, лучше не консервировать бронополом, а взять проверенный те же самые метилпарабен и пропилпарабен. Это что касается консервантов, основных таких. Что касается растворителей, тоже иногда со смехом читаешь всякие эпосы эко-дельцов и к ним примкнувших, особенно на таких форумах, где женщины и девушки тусуются, как сейчас говорят, и туда, собственно, проникают эти вот товарищи, которые пытаются, так сказать, зомбировать их мозг. Что касается пропиленгиколи, да, это универсальный растворитель, при помощи которого мы можем повысить биодоступность различных компонентов. Встречала такую фразу, что, мол, кожа не тормозная система, ей не нужен антифриз, потому что антифриз, собственно, состоит из пропиленгликоли сейчас на данное время. Мне стало сразу смешно, во-первых, потому что антифриз льют, во-первых, в охлаждающую систему в автомобиле, в тормозную льют ДОТ-4 или ДОТ-5. Но, как бы, дело не в этом. Почему антифриз-то сейчас состоит из пропиленгликоли, а не из этиленгликоли, как было раньше? Потому что антифриз сейчас стал использоваться для обогрева, например, домов, коттеджей, загородных каких-то помещений. И, собственно, он же используется в охлаждающих системах на каких-то производствах, тех же самых пищевых производствах, пивоваренных заводах и тому прочему. К сожалению, если этиленгликоль, например, находится в системе охлаждения дома, и вдруг он протёк, то надо менять всю систему в этот несчастный пол, на который протёк этот этиленгликоль. То есть он токсичный и очень агрессивный. Пропиленгликоль, он нетоксичный, поэтому антифризы на основе пропиленгликоля стали применяться, собственно, для обогрева помещений и в машинах, в том числе, в систему охлаждения заливать. Ну и ещё такая, как бы, причина прозаичная, что этиленгликоль почему заменили на пропиленгликоль? Потому что пьют, к сожалению. И чтобы, как говорится, осуществить превентивную профилактику таких вот отравлений тяжёлых, естественно, лучше использовать менее токсичные эти вот растворители. Ещё есть такой ингредиент, который называется протектол. То есть тоже встречала какие-то там у него нападки. На самом деле ничего страшного в нём нет. Более того, используется этот ингредиент как антисептик, ещё обладает антисептическими свойствами, при этом не поражает живые системы. Далеко от косметологии, как здесь такой пример, аквариума. Любители аквариума, они периодически должны дезинфицировать свой аквариум, чтобы там водоросли какие-то вредные не разрастались. И, собственно, при этом средство дезинфектант не должно повредить любимым рыбкам, каким-нибудь креветочкам и так далее. Не влиять на PH воды, то есть на кислотность в аквариуме. Так вот, протектол как раз для этого используется. Никаким рыбам не вредит. И очень чувствительным, как говорится, к среде креветкам, кто их разводит. И, собственно, для этих целей применяется. Кроме того, существуют различные ещё страхи перед глицерином, например. На самом деле глицерин – это совершенно прекрасный увлажнитель. И все разговоры на тему того, что он вытягивает откуда-то воду – это всё, конечно, притянуто за уши, грубо говоря. Потому что он действительно может вытягивать воду из ткани, но его тогда концентрация в этом средстве, которое мы намазали на кожу, должна быть более 30%. А в любом косметическом средстве этого глицерина оно будет максимум 4%. Где 30% и где 4%. То есть здесь абсолютно страхи не обоснованы. Более того, глицериновые основы, они как раз очень хорошо удерживают влагу. И в любом увлажняющем средстве, как основа такая, как добавка, может прекрасно использоваться глицерин без всяких каких-то страхов перед ним. Силиконы любимые. Очень много их в декоративной косметике. И они имеют право на существование абсолютно, потому что это инертные синтетические масла, можно сказать. Да, вот циклометикон, да, это синтетическое минеральное масло. Вот, диметикон тоже может быть, тоже это полимер силиконовый. Они добавляются тоже в очень небольшом проценте, в идеале, конечно, да. Есть полностью силиконовые базы какие-то, ну вот праймеры там какие-то, допустим, которые наносятся на кожу перед нанесением грима или косметики какой-то, выравнивая рельеф немножечко. Это уже те средства, которые содержат много силиконов, их надо просто очень тщательно смывать. Потом, та же самая там корейская косметика, она грешит таким переизбытком силиконов, но у них не часто встречается проблема забитых атоничных пор и так далее. Собственно, тоже прыщи достаточно редко встречаются, да, у них больше с пигментацией проблемы. Вот, надо смотреть уже, на каком месте он в составе, много ли этих силиконов, то есть как вообще на ощупь эта база. В средства, которые физиологично находятся на коже, да, и не вредят, ничего не сбивают силиконов, должно быть немного, это вспомогательный компонент. Его добавляется совсем чуть-чуть для того, чтобы улучшить скольжение того же самого крема, да, или какой-то сыворотки, для того, чтобы она распределялась лучше, чтобы экономичнее был расход. Ну и, соответственно, никакой комедогенностью, в общем-то, при таком добавлении они обладать не будут. Что еще можно про, как говорится, ингредиенты сказать? Ну, УФ-фильтры, да, ультрафиолетовый фильтр. Мы все знаем, что есть физические фильтры, есть химические фильтры. Физические фильтры, они вообще никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, ну, самый распространенный, там, диоксид титана, например. Вот, и они защищают механическим путем, отражая вот солнечные лучи. В идеале, в хорошем солнцезащитном средстве должны быть и физические, и химические формулы, компоненты, да, вот эти ультрафиолетовые защиты. Если же мы берем химические ультрафиолетовые фильтры, СПФ, которые дают, да, фактор, СПФ-фактор, они распределяются в роговом слое, тоже дальше никуда не пролезут, конечно. Вот, и, собственно, тоже ничего страшного такого в них нет, но у них, естественно, есть какая-то там, может быть, раздражающее действие, может быть, если его очень много. Опять-таки, с каждым годом прогресс движется вперед, находятся формулы этих, тех же самых химических фильтров более современной. Даже мы в гельтеке, да, вот когда делали наш увлажняющий крем, изначально в нем был тоже достаточно хороший современный фильтр бензофенон-3, потом сейчас появились уже более современные, более эффективные и менее обладающие, скажем так, потенциальной возможностью раздражения кожи, да, даже при небольшой концентрации. И мы там в апреле прошлого года, например, пересмотрели формулу, да, заменили тот же самый бензофенон-3 на два современных, самых современных фильтра, это актокриленовый бензон. Уф-фильтры, они должны, собственно, защищать кожу от повреждающего действия фиолета. Фотостарение, как мы знаем, это самая первая причина, да, самое первое старение, которое с нами происходит. Да, хроностарение, которое от возраста уже происходит, никуда не денешься, да, время назад не повернешь, оно рано или поздно наступит. Но вот фотостарение, его можно, как говорится, предотвратить. Каким образом? Это использовать регулярно косметику в дневное время, да, когда есть солнце, не обязательно активное и сильное, с ультрафиолетовыми фильтрами, да, то есть с фактором СПФ. И внутрь, и в косметических средствах должны регулярно поступать антиоксиданты, которые тормозят вот эти реакции перекисного окисления липидов. Тогда будет, соответственно, у нас кожа стареть медленнее. И вот эти вот признаки старения преждевременной, так называемой, они наступят вовремя, да, они слишком рано. Кроме того, УФ-фильтры, они должны сейчас быть более продвинутыми такими, как бы защищать от УФА, от УФБ излучения, да, то есть от всего как бы спектра потенциально опасного. Плюс сейчас уже есть разработки, которые защищают от тех же самых перемединовых димеров, то есть таких вот веществ, которые возникают и вызывают дефекты ДНК, да, то есть как бы это как раз как причина рассматривается возникновение злокачественных образований кожи, ну, образований меланомы, например. Поэтому защита от солнца очень важна, надо об этом всегда помнить. Ну и бояться, собственно, у ультрафиолетовых фильтров тоже не нужно, они, наоборот, необходимы. Естественно, не надо в ночной крем, да, в ультрафиолетовые фильтры класть и использовать их ночью, он не нужен, да, там, этот фильтр. А вот днём, конечно, и зимой, и летом, вне зависимости от того, там, в тени облаков находится это солнце, или вы где-то на пляже сгораете, ультрафиолетовый фильтр должен присутствовать в креме. Там вот в 8-15, когда небольшой индекс солнечной активности, да, и когда вы находитесь на пляже, там уже должно быть 30-50 и выше. Это вот то, что касается ультрафиолетовых фильтров. Ну, собственно, основные такие вот страхи, я надеюсь, я немножечко развеяла. Ещё хочу сказать пару слов о том, что так называемая существует псевдоэкокосметика, да, то есть на вот этой шумихе вокруг парабенов, вокруг других некоторых ингредиентов, ну, в том числе силиконов или там СЛС в шампуне, то есть вот этих вот агрессивных пау, да, поверхностно-активных веществ существует. Такая прямо индустрия, когда мы на этикетке, крутыми буквами пишем, парабен-фри, там феноксетанол-фри, силикон-фри и всё фри, вот. При этом в составе такой, так называемой псевдоэкокосметики, если почитать этикетку и хорошо вдуматься, что у неё написано, мы можем найти либо синонимы этих парабенов, тех же самых, то есть они там есть, и если вы их боитесь, да, то как бы получается, что вас обманули. То есть там может стоять, например, Е218, метилпарабен, или может стоять непогин, или пропогин, или может стоять просто бензойная кислота, да, и человек несведущий не просоциирует, да, производную бензойной кислоты с тем же самыми консервантами парабенного ряда. Вот, то есть может парагидроксибензоат быть написано, например. Ну, то есть всё, всякие различные синонимы. Кроме того, что хуже даже, чем если заувалировано название парабеновое, когда консервируют действительно вот эту косметику какими-то неисследованными, нехорошо проверенными, новомодными какими-то консервантами, которые, собственно, не имеют такого опыта многолетнего применения, и, собственно, непонятно, действительно ли они лучше и безопаснее, чем уже проверенные десятилетиями те же самые метилопропилпарабен. Поэтому здесь надо, конечно, как говорится, эту информацию очень усиленно фильтровать, да, не вестись на какие-то рекламные слоганы и так далее, потому что они зачастую бывают неверные. И желательно самообразовываться, учиться читать этикетки, понимать, что у, как говорится, производителя, который отвечает за свои действия, всегда этикетки по мере убывания концентрации указаны по инке, да, эти ингредиенты, и можно, в принципе, понять, сколько у вас там приблизительно того же силикона и так далее, боятся его или нет. И в заключение, да, два слова на тему опасности самоизготовленной косметики. Еще раз я вам уже рассказывала про чужого, который может вырасти в вашей банке, и вот чтобы он там не вырос, если вы увлекаетесь каким-то таким кустарным изготовлением косметики, я, в принципе, довольно лояльно к этому отношусь, но больше всего вопросов у меня возникает консервация, конечно. Грамотные изготовители косметики знают, что не законсервировать косметическое средство нельзя, поэтому точно так же используют консерванты, тот же самый феноксиэтанол, там в концентрации, например, 0,5%, и вот так кладут. Иначе, действительно, три дня в холодильнике даже и все. Кроме того, к сожалению, на профильных производствах мы защищены от микробного обсеменения тары, там, допустим, воздуха, в котором мы работаем и так далее. Дома же все это варится на кухне, грязными руками все трогается, и порой крем мешают миксерам, которым они же мешают себе пенку для кофе. Вот, и, к сожалению, уже на этапе изготовления этого крема, того же самого самодельного, особенно если вы покупаете с рук, там непонятно где, да, вот эту косметику самоприготовленную, там уже может быть такое количество микробов, которое превышает все мыслимые и немыслимые нормы. И бывает, что никакие консерванты не помогут. Более того, когда мы храним сырье, мы можем как-то нарушить упаковку, туда тоже может попасть какая-то грязь. То есть очень много вот проблем именно с микробным обсеменением вот этой самой изготовленной косметики. Кроме того, в самой изготовленной косметике человек, конечно, должен разбираться в косметической химии очень хорошо, потому что есть ингредиенты, которые просто дезактивируются, например, если их добавить в средства, которые не соответствуют по кислотности, по ПАЖ, да, например, там те же самые пептиды с кислотами мешать, например, нельзя. Ну, такой самый простой пример. Вот, и все это нужно иметь по этому поводу достаточно глубокие знания, чтобы действительно что-то сделать. Поэтому, конечно, надежнее покупать косметику от нормального производителя, который честно производит, тестирует, консервирует, упаковывает эти косметические средства. Поэтому желаю вам научиться разбираться в составах, да, и не бояться того, чего не следует бояться, быть красивыми и ухоженными. Вот, на этом мы нашу сегодняшнюю мини-лекцию заканчиваем. И я напоминаю, что у нас где-то тут есть кнопочка, по которой можно подписаться на наш канал, слушайте нашу информацию, я надеюсь, она будет полезной кому-то. Пишите отзывы, пишите вопросы, мы с радостью на них ответим. И до встречи в следующих наших видеоблогах.